Военный пенсионер Анатолий Лукин всю жизнь отдал армии. Родившись в Кировской области, после школы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Там жизнь его познакомила с интересными людьми. Они стали для Анатолия наставниками и друзьями. Там, конечно, я получил колоссальные методические и педагогические навыки, потому что батальон был один из лучших в войсках в то время в СССР. Мне всегда везло с командирами, руководителями. Даже когда, будучи офицером в учебном подразделении, старался использовать их знания, опыт, в общем, у меня получалось. В его жизни было много мест службы, разные должности, но никогда Анатолий Лукин не переставал учиться и совершенствоваться. Окончил еще один вуз – Военный университет Министерства обороны. А чуть позже, в 1996 году, прибыл в оперативный полк Северокавказского региона, где в то время было особенно неспокойно. Там он прослужил три года. Тогда наш герой не подозревал, что через 20 лет его войска станут плацдармом для создания Росгвардии. Здесь служебная боевая задача, которая выполняется не только за пределами Родины, но и на той стороне. Конфликтов много, всяких разных подникает. Вот, допустим, оперативные части, они как раз для этого и предназначены, чтобы тушить очаги. Есть кому создавать очаги, разжигать эти очаги, чтобы нехорошо нам жилось в стране, в своей. Вот, как раз Росгвардия этим занимается, чтобы не возникало таких конфликтов, чтобы не было междоусобийцев, братоубийственных войн. Это плохо. Его активная военная деятельность закончилась в должности подполковника запаса. Но сидеть без дела не в его характере. Сегодня Росгвардия испытывает Анатолия Лукина в другой работе – воспитательной. Он возглавляет военно-патриотический клуб «Вятичи». С каждым годом объединение набирает обороты. Все больше родителей вместо развлекательных лагерей отдают детей на обучение к Анатолию Лукину. Ведь он растит настоящих защитников Родины. Дружба и поддержка – главные качества, с которыми ребята здесь знакомятся. Он научил нас работать командой, чтобы мы друг другу помогали. Например, он дал нам групповое задание. И некоторые не могут выполнить какое-то задание, и мы должны ему помочь. Потому что если мы все не выполним, то мы не сможем дальше пройти. Поэтому это командная работа. Он нас сплощает и учит нас в дружбе. Анатолий Геннадьевич очень хорошо тренирует. Он строг, но справедлив. Когда он делает какие-то замечания, то он делает их не просто так, а для того, чтобы научить меня или кого-либо каким-то действием. Обучение военному делу своих подопечных у Анатолия Лукина занимает львиную долю времени. Свободные минутки тратит разве что на спорт. Еще в армии начал увлекаться боевыми искусствами. Растит здоровое, способное защитить страну поколения. Сегодня для него смысл жизни. Быть может, эти ребята и есть новая сила России. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова